уважаемые слушатели наступает настоящий новый год я считаю что он в нашей стране наступает с 13 на 14 потому что ну как то это не очень хорошо мы все время говорим да вот все начинается на две недели позже дело в том что владимир ильич который заставил страну перейти на это время он как бы большую часть жизни меня кстати говоря за это очень сильно ругали в школе когда я сосчитал сколько лет наш вождь пролетариата тогда были советские время прожил в швейцарии казалось 10 лет видимо он так привык к тому распорядку дня и годовым сезоном которые были в швейцарии что и у нас вел это безобразие я считаю что настоящий новый год начинается на две недели позже это моя частная точка зрения не настаиваю но природа как-то со мной больше согласна чем с владимиром ильичу таким образом наступает настоящий старый новый год который мы по традиции отмечаем чем я вас и поздравляю это действительно такой краеугольный момент потому что с этого как-то момента субъективно ощущается радикальное изменение и в природе и в поведении работа в конце концов надо ходить и это тоже важный момент я должен вас поздравить с наступающим новым годом сказать что кое-что произошло позитивное то что мне лично очень нравится потому что я многократно рассказывал эпигенетическом ландшафте механизмах так сказать дальнего прогнозирования гоминидных эволюционных процессов и даже есть книжка церебральный сортинг который я рассказываю о том как это все происходит но поскольку сейчас я занимаюсь отработкой перспективных механизмов по управлению гоминидной эволюции ну и ставлю такие небольшие опыты для того чтобы попробовать процесс но на каких-то таких ну не то что уж обезьянах совсем но скажем так полу обезьянах и в этом отношении прекрасный повод дает америка нужно и все известные люди они пиарщики такие они все на лицо на поверхности ну и поэтому для таких опытов был выбран замечательный человек полна косоны этот директор а нб он же главнокомандующий киберкомандованием вооруженных сил сша то есть генерал такой весь красивый я его конечно нехорошо называл лохом серебристом ну как как у меня растет в огороде такое растение довольно пахучие красивые по-своему почти как полон косоны но ты это я излагал в ролике под названием большой огрызок в котором как раз делал первые пробы уже практически управление событиями с помощью эпигенетических гоминидных ландшафт не вдаваясь в подробности могу сказать что опыт удался почему потому что там было много промежуточных как бы вариантов после того как ролик под названием большой огрызок от 1 июня двадцать третьего года вышел свет ко мне возник не не таки нездоровый интерес связанный с тем что я как бы коснулся очень святого кто хочет можете пересмотреть результат два дня назад полна косона объявила свои отставки то есть некоторые штуки такого рода они действительно работают это очень интересно поскольку вот эти эпигенетические события малого так сказать давление ну то что некоторые писатель это писатель такой полно пиливин который искусство нежных или тонких касаний ну вот то есть мысль понятно но ее осуществление это отдельный разговор отдельный проект поэтому в общем вроде бы все получается и процесс можно продолжать поэтому для повторных опытов ну потому что всегда же ученые же должны понимать они должны же многократно подтверждать свои результаты они однократно а то будет нехорошо можно ошибиться выбран еще один персонаж это решисунок чем рисунок интересен ну потому что он выполняет функции зеленского то есть на территории украины очень много десятилетий чуть не столетия уничтожались иудеи жестоко несправедливо с обворовыванием разорением и просто прямым убийством и очень давно у еврейского народа вырос вот такой зуб на добрых украинцев которые их уничтожали почем зря ну и сейчас осуществляется этническая месть а как вы думали во главе украины находится зеленский известной известной этнической принадлежности а украина ведет братоубийственную войну с россией не на жизнь а на смерть отомщены уже пострадавшие иудеи на территории украины да сколько погиб украинцев страшно подумать и все это продолжается и будет продолжаться то есть такая форма хитрое мести аналогичная штука устроена в рамках скажем так мести этнической в англии там поставлен риша сумок она зайка красавица ушастенький глазастенький а самое главное он зятек а вот его спонсор то есть отец его жены который его купил место сначала в парламенте а потом в общем-то и место премьера в чем дело дело в том что рисунок поставлен туда не просто так он выполняет такую же функцию зеленского его задача втравить великобританию в огромное количество неразрешимых конфликтов и с нами и с хуситами и с кем угодно но только так чтоб великобритания оттуда не вылезла никогда и не вывернулась цель понятно та же самая что у зеленского на украине запустить систему мести то есть уничтожение британцев массово в неразрешимых военно-политических конфликтах ему это удается ближайшее время двухсотые грузы пойдут великобританию вы понимаете почему так что вот еще один красавчик который может на траве на творить бог знает сколько дел но собственно говоря о нем можно забыть и перейти к нашим внутренним проблем внутренние проблемы у нас конечно серьезный дело в том что вот кроме всех ужасов и своя вообще не люблю когда люди убивают просто так особенно по таким скажем из-за таких откровенных человек ненавистнических причин как часто происходит у нас на юге мы вынуждены просто сражаться не на жизнь а на смерть иначе нас просто сотрут в порошок ну это не значит что мы должны остальных не стирать в порошок если спрашивать моего мнения то с моей точки зрения во всех странах которые поставили оружие и греция и болгария и словакия и германия и сша все точки из которых это оружие поступало должны быть уничтожены физически включая там в германии места хранения атомного оружия хотят пусть и подметают за собой я считаю что тот кто поставлял оружие должен ответить а если у кого-то будут взлетать самолеты с его территории лететь к нам то окрестность этих аэродромов и сами раду мы должны быть полностью уничтожен впрочем как и органы руководства этих стран это моя такая точка зрения мы ведем биологическую войну потому что им все равно у нас россии советский союз царской империи царской россии война идет на биологических принципах но уничтожение так уничтожение вам если так хочется мы же не можем ребятам отказать такой простой задачи но дело в том что у нас к сожалению очень много всяких вредителей дураков и прочее и конечно сейчас такое общее впечатление напоминающие тем чем-то 1904 год потому что нужно уже конечно почистить авгиевы конюшни чиновничьи среди которых много людей которые вообще не понимают что они делают посмотрите на работу маковского 1904 года в ожидании аудиенции называется но аудиенции понятно кому зайчики красавцы посмотрите как они одеты только перьев не хватает а всего через несколько лет они все исчезнут как сон как утренний туман они про фурыкают величайшую империю в мире изгадят и уничтожат свою собственную жизнь своих собственных родственников и величайшую страну и вот маковский нам оставил такое свидетельство которое что там не напоминает я надеюсь что так не случится поэтому я за новый год с наилучшими пожеланиями за вас это крыжовниковая настойка из известного места здоровья вам и хорошего настроения надеюсь что она будет сочетаться с тем реальным миром который нам показывают в интернете до свидания